Два года назад казахстанская общественность простилась с известным телеведущим и деятелем культуры Бисиеном Хуранбеком, автор программы Айтугаунай, а позднее Харикет, он всегда мог найти решение даже в самых непростых ситуациях. И каждую из них пропускал через свою душу. Этим, а также своими профессиональными качествами Бисиен Хуранбек снискал беззаветную любовь и признание казахстанцев, оставшись в их памяти народным журналистом. Два года назад казахстан был завоеван не только благодаря актуальным темам. Их популярность – личная заслуга Бисиена Хуранбека, в его умении помогать героям этих передач, собиравших у экранов телевизоров, добрую половину казахстанцев. И мало кто догадывался, какие переживания автора оставались за кадром. Социальное ток-шоу было спасительным маяком для многих нуждающихся. Ведь программа с говорящим названием стала поистине народной, благодаря Бисиену Хуранбеку. В большинстве сюжетных линий он видел чью-то трагедию – боль, одиночество, поломанные судьбы. Вместе с ними он переживал их жизненные неурядицы и искренне радовался воссоединению близких. Бисиен Хуранбек Бисиен Хуранбек прожил яркую, насыщенную жизнь, ставшую примером для его последователей. А потому многие молодые журналисты сегодня обязаны ему своими знаниями и опытом. В работе ему не было равных. Ведь в своих авторских программах он не только отражал социальные проблемы общества, но и стремился помочь каждому из героев передач. Оставаться верным своим принципам на экране и за кадром Бисиену Хуранбеку помогали его настойчивость и профессионализм. Об этом вспоминают и его коллеги. Бисиен был для меня как младший брат. Он принимал активное участие во многих программах, где поднимались насущные проблемы общества. С ним мы провели много программ, посвященных декабрьским событиям. И он всегда говорил открыто. Бисиен был настоящим сыном своего народа. За заслуги в отечественной журналистике Бисиен Хуранбек был отмечен многими наградами. Но более всего он дорожил народным признанием и любовью. Наряду с этим важное место в его жизни занимал и Алматинский областной телеканал ЖТСУ, нынешний облик которого тоже его заслуга. И хотя Бисиена Хуранбека нет в живых, журналисты телекомпании помнят его заветы. А потому в каждый свой репортаж они вкладывают душу, словно все еще ищут слова поддержки и ждут одобрения своего бессменного наставника и друга Бисиена Хуранбека.